Ну и в продолжении темы мы встречаем того самого спортэксперта в нашей студии, Роман Краселев, депутат Красноярского городского совета. Депутата, спасибо, что пришли. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Роман. Итак, наш Красноярский подром, который у нас находится в районе улицы Дудинская, Медакадемии, там одно время, несколько лет назад, ну, гремела история, что его хотят снести. Что теперь с ним? Какие у него проблемы? Какова жизнь подрома? Ну, история действительно была таковой, что в прошлом году выставили на аукцион уже на продажу собственники. Так получилось вследствие там некоторых манипуляций много лет назад, что он стал частной территорией, а он с ипподромой принадлежит, это акционерное общество, находится в Москве. И вот они год назад решили его выставить на аукцион за 600 миллионов, видимо, желая вот таким образом монетизировать свой актив и построить там впоследствии какие-то высотки, потому что место это с точки зрения строительства золотое. Но не учли такой момент, что городу он очень нужен, общественности он очень нужен, и вообще конники, это такая общность людей очень активная. Буквально за несколько дней петиция за сохранение ипподрома собрала более 14 тысяч голосов, поэтому, естественно, мы это все в городском совете обсуждали, несколько нас выносили рекомендации. В итоге ипподром удалось снять с этих торгов, установили льготу по земельному налогу для того, чтобы он не был убыточным. Сейчас он не продается, но этого недостаточно для того, чтобы он развивался, поэтому в любом случае нужны серьезные капиталовложения для того, чтобы он был модернизирован. Он, с одной стороны, уникален, потому что на территории Сибири нет больше такой территории, нет такой дорожки. И самое важное еще в этом ипподроме, что он находится, по сути, в центре города. Любой красноярец имеет возможность заниматься конным спортом, оздоровлением ипотерапией, не выезжая за пределы города Красноярска. Это уникальная вообще ситуация для города. Когда он вообще строился, это было вообще в конце 19 века, это была окраина Красноярска. И только официально он там появился, получается, более 120 лет назад. А до этого там уже проходили бега и скачки. Поэтому это место уникальное, историческое. И сами ребята, не дожидаясь официальных каких-то реакций на благоустройство, подготовили уже эскизный, собственно, проект строительства нового ипподрома, благоустройство его. Как раз его и мы видим у вас. Дать посмотреть. Как сами авторы говорят, это визуализация мечты. Поэтому... Ну, любая мечта должна найти своего инвестора. Это сейчас только мечта или есть конкретные планы на ее реализацию? Большую картинку открывай. Сейчас. Пока... Пока власти, во всяком случае, в официальных своих ответах, которые имеются в моем распоряжении, в распоряжении самих конников, говорят о том, что бюрократические процедуры, юридические коллизии сложности не позволяют финансировать ипподром напрямую из бюджета. Ну, я считаю, что это, во-первых, отговорки. Во-вторых, есть много механизмов и людей, и финансово-промышленных групп, которые могли бы взять под опеку эту территорию. Собственно говоря, у нас есть примеры того, как одни большие, значит, компонации берут территорию, часть территории города Красноярска, вкладывают туда серьезные деньги, и город Красноярск потом этим пользуется. Например, Фань Горкова. Он вообще находится в длительной аренде, собственностью муниципалитета, а все строительство благоустройства там сейчас ведет русал. Ну, искупая свои грехи. Правильно я понимаю, что то решение, которое уже принято, такое вот Соломонова, что мы сохраняем, оно очень временное? Дело в том, что, я повторюсь, это частная пока территория. Для того, чтобы могли о ней говорить как бы в устоявшемся таком понимании, она должна стать государственной, на мой взгляд. Деньги на это, конечно, в бюджете сейчас не заложены, но то, что они там не заложены, это говорит лишь о том, что их надо туда заложить. Собственно говоря, предусмотреть, да. И у нас же выборы в этом году губернаторные. Вот я так считаю, что любой кандидат от любой партии, которая будет баллотироваться в губернаторную, он победит, если один из пунктов у него будет первым, это строительство благоустройства и подрома. Я убежден, что большинство красноярцев в этом отношении его поддержат. А уже механизм гернахронотический, юридический, он общими усилиями найдется. Деньги, вот для примера, да, выкуп поставили ипподрома за 600 миллионов. Красноярский экономический форум в этом году стоил 300 миллионов. Пользу от него кто-то почувствовал? Никто не почувствовал, к нам из самих организаторов, которые там что-то могли заработать на этом. Поэтому вот, пожалуйста, два форума и ипподром в бюджете, в кармане указаны на СНСКО. Но это как вариант. А их, может быть, повторюсь, масса. В любом случае понятно, что эти варианты стоит рассматривать, и эта инициатива так или иначе поддерживается огромным количеством людей. Действительно, потребность в ипотерапии для ребятишек и взрослых она есть. И дальше вопрос, опять же, властного решения, ну или выборов. Спасибо большое. Говорим Роману Красилеву, депутату Красноярского городского совета. Будем надеяться, что с ипподромом в Красноярске будет все хорошо. Будем следить за развитием событий вокруг этого спортивного объекта. Продолжаем программу. Продолжаем.